в этой серии разберемся в том что такое пиксель формат и так что же такое 10 бит и 8 бит и в чем их отличие 8 бит это обычно самый стандартный вариант передачи видео картинки 10 бит обычно используется в более профессиональных решениях для более широкого цветового охвата в телевизорах этой технологии называется deep color и она может быть от 10 там до 12 бит 8 бит ограничивает формат пикселов с цветовыми градациями от черного к белому от 0 до 255 при 10 битах градации становится больше от 0 до 1024 что дает там более плавные серые градиенты и тому подобное 12 бит на сегодняшний день цифровые жека панели не могут передать в полном объеме но в цифровом варианте градаций по цветам может быть от 0 до 4096 когда к стандартам видео прикрутили еще и технологию хдр ссылочка на видео про хдр в описании то их так и назвали хдр 10 или там долги vision они просто совместили такое редкое понятие которое используется только в каких-то профессиональных целях как широкий цветовой охват или же в бытовых вариантах deep color самой технологии передачи высокой яркости высокодинамический диапазон или другими словами хдр и ввели всякие там кривые и прочие штуки которые называются hlg кривая там и так далее также есть такие ухищрения в некоторых платах видео захвата как он мэппинг то он мэппинг позволяет упаковать яркости хдр за счет небольшой срезки вот этого цветового широкого диапазона и дальнейшую распаковку в обычных и др таким образом можно делать два варианта как бы контента где есть фдр где его нету проблема восьми битных матриц в видеокамер заключается в том что когда вы пишете сжатием она происходит еще из пониженной цветовой суб дискретизации то есть получается что в 4 пикселях яркости записывается всего один пиксель цвета причем берется какой-нибудь верхний левый пиксел и не происходит усреднения с соседями правда это зависит от производителя и свойств типа так вот проблема 8-битных матриц заключается в том что возникают проблемы на покрасе то есть диапазонов яркостей цветов достаточно мало и это вызывает там всякие ступеньки лесенки там короче говоря шумы с 10-битным цветом все становится намного проще и намного шире ну а 12-битный цвет там да это вообще какие-то космические там параметры я пока не знаю никаких специальных видеокамер которые бы могли писать в 12-битный цвет ну если только не поддержат форматы из которого можно доставать вообще там 16-битные цвета зато apple прорез кодек может писать и в 10-битном варианте несжатого видео 8 бит или 10 бит это не только лишь матричный цвет там или цвет вашего дисплея 8 или 10 бит это стандарт который передается по hdmi кабелю это вариант компрессии видеокодека это вариант работы самой операционной системы короче говоря этапов где цвет может быть обрезан с 10-битного до 8-битного или наоборот расширен как бы достаточно много а поскольку пропускной способности не всегда хватает то цветовая дискретизация обычно страдает то есть получается вместо варианта передачи исходного видео 444 вы можете получить вариант 422 либо 420 420 кстати самый худший вариант за него будут видны как бы радуги там на контурах шрифтов там или какие-то мелкие детали где важны переходы резкие то есть там будут возникать скажем так цветовые артефакты чем больше бит тем круче и надо ориентироваться на то чтобы все устройства в цепи в которой вы работаете то есть будь это видеокамера которая может там в 10 бит допустим должен быть также и кодек в который пишется в 10 битах и программа монтажная которая может работать с 10 битами и сам дисплей который может отображать 10 бит при этом экспортируя видео вы тоже выбираете кодек в который вы экспортируете там надо указывать 10 бит у ютуба с этим проблем нет он как-то там определяет и конвертирует вот этими тонн мэппингами видео из хдр в обычное чтобы можно было смотреть а если ваш дисплей не поддержит хдр и в то же время если он поддерживает широкий цветовой охват то видео будет достаточно красочно тут уже включается в дело цветовые пространства типа рек 709 или там рек 2020 кстати говоря с переходом на рек 2020 у меня совсем поменялись впечатления цифровых цветах которые могут быть настолько яркими насыщенными которые даже в реальной жизни обычно не увидишь также это все влияет на платы видео захвата получается что если вам надо оцифровать какое-то видео получить видео поток не сжатый либо жаты неважно тут тоже в цепь включается несколько скажем так промежуточных этапов где цвет может пострадать первое это передача по hdmi например устройство может работать с обычной картинкой и упаковывать его в цветовое пространство юв и передавать его как 422 а чип получатель на устройстве например если к нему все же придет вариант rgb 444 и это будет 8 либо 10 битный цвет он может его обрезать до 8 битного на чипе видеозахвата и обрезать цветовую информацию то есть из 44 сделать 422 или что более распространено 420 разработчики hdmi наконец-таки запилили нам в википедии подробную версию того какой вариант hdmi версии какие разрешения цвета и цветовое кодирование поддержим таким макаром плата видеозахвата avermedia live gamer 4k который я был впечатлен и там не было в технических характеристиках указано в каких цветовых форматах она работает оказалось на поверхность она работает в 420 и скажем так я теряю достаточно много информации независимо от того какой источник я туда подключаем например у меня есть такой источник который из аналогов видео конвертирует цифровое при этом передает deep color то есть 12 бит хотя он рассчитан на отображение для телеков мне бы хотелось дип-колор как бы или широкий цветовой охват получить в полном объеме то есть надо так чтобы видео кодек мало того что мог писать lossless то есть хотя бы 422 или в идеале 444 но также чтобы это был не rgb24 а юф например но он был 10 битным а лу еще лучше если бы он был 12 битным но к сожалению плат видеозахвата с 12 битами я пока что не нашел я кстати в описании добавил специальную ссылочку на то где можно посмотреть какие бывают виртуальные форматы пиксела то есть они в основном используются для кодирования видео то есть вот всякие эти вещи 264 ffmpeg кодеки там и прочее требуха кстати говоря обзор плат видео захвата ссылочка тоже в описании смотрите в отдельной серии спасибо за просмотр и не забудь подписаться и поставить лайк а также написать в комментариях что ты думаешь по этому поводу